Девушки отдыхают Девушки отдыхают У меня появится пятерка по английскому языку в четверсти Нет, лучше в году Мечтать не вредно Но мы сюда приехали Сложное задание Познакомьтесь, ребят, с необычной профессией Гример-постижер Марина, кто такой гример? Я знаю Это человек, который гримирует артистов Ну а кто такой постижер? А вот это мы сейчас и узнаем Ну тогда что же мы стоим? Пошли скорее Как сказал Данила Профессия гример Большинству людей понятна Перед спектаклем гример изменяет Внешность актера В соответствии с ролью, которую он будет играть Работа у гримера волшебная Один и тот же артист Может представлять перед вами В одном спектакле Злой Баба-Ягой А в другом милом Карлсеном Чтобы узнать, кто же такой постижер Мы отправились за кулисы Волгоградского музыкального театра Здравствуйте Вот вы работаете в театре гримера постижеров Скажите, а что значит слово постижер? Хороший очень вопрос Потому что на сегодняшний день Только пять профессий существуют Которые очень интересны И совершенно неизвестны практически Вот к ним относится постижер Постижер Это специалист Который изготовляет парики Из натуральных и искусственных волос А также все, что нужно для театра Усы, бороды, бакенбарды А чем вы еще занимаетесь в театре? Я в специальности У меня художник-гример Поэтому для того, чтобы выпустить артиста на сцену Я должна его загримировать Это еще вторая специальность Почему вы выбрали именно эту профессию? Наверное, потому что творческий человек Наверное, потому что интересно Интересно было очень Так получилось А как вы ухаживаете с париками? Это очень интересный длительный процесс Потому что парик требует к себе очень большого внимания Это вещь, которая не должна подвигаться деформацией И всегда оставаться в том состоянии, в котором она снялась И оделась на стойку с артиста А сколько причесок можно сделать из одного парика? Сколько существует, столько можно сделать Только разобрать его и опять собрать Разобрать и опять собрать А сколько живет этих париков? Искусственные в пределах года полтора Натуральные до 35 лет Да Покажите, пожалуйста, свой самый необыкновенный парик И самый красивый Самый красивый Ну давайте, наверное, из последнего Вот это, ну это необыкновенные парики Потому что обыкновенные парики у нас хранятся в замком Это, если вы поняли, 19 век Конец 19 века Пушкинские времена Мне стало интересно Какие же из этих париков сделаны из настоящих волос? А какие из искусственных? И Елена Георгиевна не разрешила их потрогать и угадать Угадывайте Сможете? Это, наверное, не он искусственный Конечно А вот это уже натуральный Это уже натуральный А вот этот совместно Искусственный, натуральный Он такой непонятный Можно догадаться? Ну вот это натуральный, по-моему А это искусственный, точно Только здесь искусственный И вот это Все остальное натуральное Условия хранения обязательно должны быть Это и температурный режим Это и, конечно же, форма парика При определенном При всем Все-все это должно соблюдаться Это по инструкции все делается Все, соответственно, обработка париков После того, как артист снимает его Кроме аккуратности Гример-постежер должен быть доброжелательным Исполнительным Обладать хорошим вкусом Знать модели причесок Различных стилей и эпох Способы изготовления париков И законы мимики Обладать воображением Терпением И образным мышлением Если, ребята, все у вас это есть И вы хотите стать гримером-постежером Тогда получить эту профессию Вы сможете в театральных институтах И УЗА киноискусства Я тоже очень люблю делать прически своим куклам Посоветуйте, как правильно охаживать за их волосами Ну, во-первых, ты должна любить свою куклу, конечно, правильно, да? Если ты любишь свою куклу, значит, ты вложишь в нее всю свою душу Точно так же, как за собой Стираешь ее шампунем, бальзамом ополаскиваешь Обязательно после этого расчесываешь И даешь высохнуть волосы А потом уже делаешь из нее прически Хвостики, бантики А потом Елена Георгиевна спросила Не хочу ли я побывать в каком-то образе Я, конечно же, согласилась Я очень люблю меняться И пробовать что-то новое Но чтобы оказаться сразу в 19 веке Я даже не мечтала И она сделала из меня Никогда не угадайте кого Все что угодно Хочешь попробовать? Садись Это моментальная фантазия, к которой мне сейчас пришла Я, в общем-то, не планировала Ну вот и Наташа Ростова Все-таки театр – волшебное место Обязательно еще не раз приду сюда Большое спасибо Пожалуйста Всего доброго Теперь мы узнали, как с помощью парика и макияжа Можно изменяться до неузнаваемости Ребята, думаю, вы тоже узнали много нового До новых встреч Пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин